где в стамбуле все закупаются а потом продают у вас на вальберис мешками там доставляют кожу и обувь я даю вам ориентир если честно то есть это бизнес не умер вот и до сих пор есть люди которые приезжают сами закупаются челноками ради стояли вот эти байры байры по-английски называется и обсуждали закупки так так и к вам смотри россия доставка груза москву и все регионы канада европа тоже в россии кыргызстан азия вот сколько загружать представляете друзья канала turkish people это видео будет не про магазины не прошу шопинг не про покупки я вам хочу рассказать показать где в стамбуле все закупаются а потом продают у вас на вальберис это правдивое видео о том что откуда у вас берутся товары когда вы мне пишите в комментариях что ой у вас турции стало так дорого вот мы лучше купим на вальберис у нас даже лучше качество все едет отсюда этот район называется лари кроме него есть в стамбуль еще гранд базар куда любят водить туристов я его тоже вам покажу но это для туристов а шопинг настоящий крупный это вот проходит здесь здесь остановка трамвая это вам как ориентир есть кроме известных старых мечетей тоже много магазина в общем базар все магазинчики не маленькие огромные да вон капал и чарсы видишь сладости всех видов вот видишь здесь 6 коробок за 250 лир продают в анталии 5 ну вот тебе милана так крытый базар он и сам по себе красиво вот здесь вот фотографирует да да говорят нам кожу не снимать дайте как они это объясняют а вдруг вы от конкурентов и украдете наши модели просто называем массимо есть сами догадываемся египетский базар это с пряностями с едой а это вот большой гранд базар это до сих пор радуется что выиграл футбольный клуб тут же и золото продают и обменники ну а где кожу я вам показывала при входе туристы сюда любят хотеть я вам чуть-чуть это показываю а покажу где закупают товар это в другом месте не снимайте не фотографируйте агамбы такой миллион раз везде видели это не эксклюзив ну смотри прям даже экскурсии сюда возят как и турецкое законодательство что не видишь что это прямо откровенно подделки турции так если у тебя там 5-7 4 отличия 4 отличия может даже отличия могут быть только на этикетке может полностью быть лист допустим больнице ага написано что такое полностью дуэбитон нет это не считается как бы плагиатом есть у вас другая этикетка это уже отличие поняли это гранд базар как выглядит что он на нем есть рассчитан на туристов а люди кто приезжает сюда за шмотками и увозят большими баулами они ходят не сюда футболка армане 250 штука кепки целый магазин просто зачем тебе какой-то там столицу мода до да вы знаете настолько качественные подделки встречаются зависимости от цены никто не цены разные есть которые очень дешевые это будет плохая подделка которая подороже ну прям прям вот совсем по очки и обувь я бы вам не советовал покупать подделки потому что это ваше здоровье ваши глаз и и ног а все остальное ну как хотите сколько смотреть бензинов это заметил название той остановки а мы идем на лалили видите сколько товара туда тащит вот как вы думаете откуда товар сюда попадает думаете с больших турецких фабрик мы вот летели в самолете с китайцами там некоторые разговаривают на русском они говорят что они любят стамбул ездить туда часто и очень удивляются как товар из китая оказывается здесь турции им торгуют причем и мы видели как челноком возят реально нашим рейсом из пекина сколько просто они сдавали багажа сколько и потом еще огромные маленькие чемоданчики и не засовывались на полке вот так вот и возят дорогие зрители как девяносто дома мама раскраска перейти давай на ту перейдем там вот магазин некоторые которые подороже отправки идут из аэропорта которые официально так регистрируют а в основном это все мы даже на вот этом порту были как раз таки где рядом находятся все вот эти их офисы где они прям реально вот такими тележками огромный загружает отгружают это в стамбуле мы вот как раз в сентябре когда были мы случайно попали мы думали из этого порта отправимся на корабле в плейд куда нам нужно было а то передумали и вот мы как раз там видели целые улицы где занимаются отправками страны снг там сотрудники говорят на русском в россию в казахстан там угодно прям ходит туристов вводят вон туда на гранд базар им продают типа хорошие вещи три дорога эти же самые вещи вот здесь будут намного дешевле здесь есть и официальный магазин вот де-факто вайкики коллинз на этой улице это турецкие марки хотя уже вайкики и не шьется все в курсе видите люди покупают вот с такими черными пакетами по увидите сколько есть не потеряется надо идти за людьми с такими чего только не дальше знающие люди я не знающий человек я просто расскажу замечательный вид это для отвлечения выглядит маленький магазин смотри видишь мешками там доставляют кожу и обувь базар нет спасибо не надо и про кожаные куртки вообще сама могу вам рассказывать много когда говорят что это из стамбула продается там в стамбуле ничего не производится здесь да есть где шьют и ну кожу здесь не производит не обрабатывать совершенно в другом месте чем базар 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 пойдем здесь побольше вот здесь реально купите дешевле чем в гранд базаре даже не заходите на него а кто в анталию например привозят или привозят оптом покупают конечно они не договариваются на оптовые цены покупают много но они везут отсюда вот из этого района он называется лалили может быть слышишь то есть лалили это не один магазинчик это вот прямо вот все знаешь все люди приходят сначала осматривают но они уже много лет даже с поставщиками работают посмотрите сколько видов трусов итальянский лаксу смотри какие-то как и везде на лисе на чашу сэпаза чувствую поделки а здесь университет находится культурный центр на той стороне узнание университета и же прочей факультет и тебе я так и ряд будет литературы на параллельную пойдем не пойдем не знаю пойдем что не смогли сколько знаешь или знает куда хоть еще есть один район где продается это это вот там с фабрика между заключает это называется с этим вот там действительно купите вы с фабрики но вам надо купить много а здесь вы мелкий мох там купите почему я это рассказываю и это не из головы информация у меня есть хорошая моя подруга которая раньше жила в стамбуле и она этим занималась нам занималась тем что даже под марками отшивали они то что нужно было она занималась качеством и отправкой то есть и проверкой ткани проверки соответствия лекала и все прочее какие угодно этикетки на на пришивали как вы просил заказчик это делается так все об этом знают потому что здесь ненаказуемо в эти коробках не знает никто самые низкие цены в турции действительно найдете здесь есть официальные магазины между ними это тоже попадаются это как бы для для сравнения можете даже найти такое и сравнить здесь и темпе нужна следа остановки лали лев как бы тут ориентир центральный а так вот мы и шли от гран-пазара сюда да и на улице все сворачиваете если вам это правда интересно без покупок точно не уйдете понятно что не на пять минут сюда ну то что выставлено здесь поближе здесь будет дороже стоит и на той стороне тоже поддается вот прям вот боковые улицы зайти нужно обмене и вообще на каждом шагу и закупаются на той стороне да я вам говорю что это это на целый день это юки есть здесь костюмы мужские есть официальные магазины официальные марки а есть собак перемешка здесь вообще стамбул вот он на холмах построены даже часто не районы называются вершины холма какого-нибудь ну в общем это наша этот наша гинза стамбульская если реально вот так вот зайти давай пойдем по эту улицу смотри ну что я все 35 бат мужское все там будут просто раз вернулись сюда потому что видишь все сюда с большими пакетами идут 150 лир футболки высота нет не требует жертвы и просто написать опытовая торговля но и сразу я не знаю что пупсо да так вот где-то мы и не так вот тут все тут и большая модель есть раз показывать пупсо 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 в основном это мягко козы вот смотрите на соседних улицах как все угол вот именно что там и бренды которые никакой неизвестны чтобы осмотреть это нужно и не один день по сути дела я не стремлюсь прям показать все потому что стамбулы там я даю вам ориентир если интересно просто мягко с мягко мягко в мягко 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 всяких здесь там были специальные люди которые будут заниматься у смородат на прям попали виси магазин были потом и другие люди которые упаковывают отправляют это прям это целый огромный бизнес мы никогда прошлом году были мы пять дней жили в отеле и мы вечером ходили в бассейн там девушка приходила на казашка она говорит что она работает уже 10 лет в стамбуле именно тем что отправляет посылки страны снг ее задачи это оформление документы все прочее на то есть это бизнес не умер вот и до сих пор есть люди которые приезжают сами закупаются челноками рост а есть которая вот благодаря хорошим средствам связи закупками занимаются онлайн они уже доверяют этому и то что на варьберис продается маленькими такими вещами это это челноки возят по-прежнему красиво наряд на платье таких для свадьб я ни разу не показывал потому что у нас таких нет целых похожих товаров проходим как раз таки мама рассказывал про такую девушку и вот сзади стояли вот эти байры байры по-английски называется и обсуждали закупки да 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 жила бы в стамбуле я тоже может быть этим занялась нет в анталии в нас это я вам говорю что это не выгодно все едет отсюда сколько здесь просто улиц улиц магазинами ноунеймами по сути дела богатырь для женщин и модели приличные здравствуйте реально да и да здесь любят русскоязычных клиентов они привыкли к ним они это их главные покупатели когда по сути дела здесь мелким опытом закупается европейцев не встретишь они не знают про это место и европейцы вообще считают что вот их гид куда отвел вот идет гид такой вот-вот-вот сомним все и говорит вот мы здесь будем есть вот здесь будем покупать вот это все они они заглядывают в рот гид и верят ему а на самом деле он вводит их в самый дорогой место а поесть будет туда где гиду еще и процент заплатит от вас смотри как это происходит 6 вещей уже сразу пакую либо весь размерный ряд надо купить вова смотри сразу запакованные вещи я там видел там платья получать весь размерный ряд надо купить одно сшитое и внизу и вверху магазин попали детские вещи а вот есть такой магазин а я вам в Анталии показываю магазины которые которые у нас есть в Анталии это фарки стандартные но если столица как говорится такой вот моды у нас находится Стамбуль но в Анталии по делу не будут отправки у нас в маленьких магазинчиках возле отелей продается ассортимент смотри все школьное Байрам Паша помнишь депо мы жили в этом районе и тоже видели как из депо возят где-то хранят в разных районах Стамбула здесь допустим шоу-рум это называется а по факту вещь может быть где угодно и здесь есть люди которые тебе ее привезут видите на тележка Байрам Паша вряд ли привезут так ну по крайней мере из ближайших депо они так перевозят а то что у них вещи иногда остаются или до халу как называют здесь или может какой-то одна штука осталась мелкий брак вот выставляют на улицах 100 лир вот где-нибудь за 100 лир платите купить нет и вот эти цикольная форма 2 доллара 5 доллара это не одна улица это улицы целый район а в каждом магазине он даже не один этаж у них три этажа и еще вниз видите лифта даже есть магазин только шапочки только вот детская одежда специализация младенца все для младенца о смотря здесь очень красивая одежда детская и потом вывесят в магазине будут завешенные деньги там можно смотри таможенный союз руси в общем можно ее можно будет в россии продавать сразу официально официально помнишь который допустим беларусь ты ходила на рынке и там типа говорят вот эти есть наклейки смотри сколько видишь они роются там подбирают смотри россия доставка груза москву и все регионы канада европа тоже есть вот только наши граждане могут дойти вот прям так глубоко прогуляться по городу даже у нас чисто этот азарт интерес вот смотри сейчас миша один базар сна еще найдем ого это что они сами не знают что у них как говорится доска смотри только в россии кыргызстан азия украина днепр киев харьков ну здесь уже упаковывает вообще ну что верите мне верите мне откуда товар берется то что продается в интернет магазинах ну еще про китай не забываем ну да и напрямую точно так же выглядит и напрямую из китая теперь уже сложнее доставить чем вот отсюда они тут нашли хороший способ там магазина здесь даже просто как базар как у нас базар по субботам тоже есть 80 лир футболки смотри реально самый дешевый здесь тоже из разряда найди себе пароль еще вот здесь низкий самый-самый некачественный товар вот там нет смотри тапки 70 лир 150 жир шорты так поменочная рыцарь горбари смотри горбари лондон смотри так на джинсы похоже по качеству нет здесь знаешь на полочки такие сто пятьдесят лакостик ну вообще не похоже лога это плохая поделать хорошие подделки а бывает совсем вот мы дошли до самого нижнего видимо мы шли сверху вниз до самого низа вот оно так и даже успешные лепешки ходить в турции не страшно никто у вас не напугает не убьет ничего ну понятное дело что деньги держим поближе к себе а все остальное в дневное время суток абсолютно все в порядке здесь будет кайфов народу за сходе да все уходим все показали людям все по-честному мы сегодня все успели а теперь мы ищем дорогу обратно мы тут прям забрели ну тут такие знаете райончики сомнительные люди ходят вот сколько загружают представляете украина Киргизия Казахстан вот так вот все отъедет престиж отель для закупщиков что приезжает увидимся в новых видео пока пока пока